МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И самое главное для нас, чтобы участники долголетия с разных районов могли общаться друг с другом, встречаться. И вот, собственно, для этого такие мероприятия и организовываются. Перед стартом – разминка под руководством опытного тренера. Все участники старательно выполняют знакомые упражнения. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. В этот раз к фестивалю готовились серьезно в течение месяца. В организации активному долголетию помогали парк «Раздолье» и Центр развития физической культуры и спорта «Барвихинский». Поддержать участников приехал Дмитрий Голубков и как депутат, и как спортсмен. Скандинавская ходьба, мне кажется, в последние годы приобрела у нас уже практически вид официального вида спорта. Поэтому я и сам, честно говоря, увлекаюсь, мне нравится и считаю, что это очень такой интересный вид спорта, который способствует продлению жизни с минимальной травмоопасностью. И вот очень хорошо, что у нас приживается это увлечение. Светлане 61 в активном долголетии недавно, всего три месяца. Пришла заниматься физкультурой после перенесенного ковида, чтобы восстановить здоровье. В парке «Раздолье» и на фестивале она впервые. Очень волнительно, честно говоря. Но вокруг все люди добродушные, все такие хорошие, с музыкой, это все здорово, мне нравится. На финише всем участникам вручили медали, а после – фото на память о празднике спорта, награждение всех команд почетными грамотами и концертная программа. Завершился фестиваль дружным чаепитием. Замечательная погода, замечательный парк и замечательная возможность с людям собраться вместе. Не просто вместе, а получить хороший заряд эмоций, спорта, хорошего настроения. В целом это максимально масштабное и позитивное мероприятие, плюс связанное еще со здоровым образом жизни и активной жизненной позицией. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».